Если вам совсем скучно, то можно взять котика и делать присед с котиком. И раз. Своя ноша не тяжела, смеется танцовщица Дарья Митрофанова. На самоизоляции поддерживать форму ей помогает домашний любимец, 8-килограммовый Мэйн Кун, малыш. И одной заниматься на самом деле это очень скучно. А тут и компания, и... да тут компания, компания всегда веселее. Мне интересно, мне это действительно интересно там копаться. Не только же девочки со мной занимаются, да, по ту сторону экрана телефона, но и я же. И я подтягиваю фигуру вместе с ними. Дарья Митрофанова проводит групповые тренировки в прямом эфире бесплатно. Вынужденные домашние посиделки не повод расслабляться, считает девушка. К тому же для занятий спортом не нужны хитрые приспособления. Достаточно табурета, как точки опора, бутылок с водой вместо гантелей и обычного полотенца. Стул нам нужен для того, чтобы держать опору, чтобы она у нас была ровная. Поехали вниз, сидим, сидим. На дворе без пяти минут лета. За зиму многие успели потерять свою физическую форму. А сейчас самое время, чтобы позаботиться о ее возвращении. Мы решили перейти от слов к делу и показать, как это можно сделать онлайн. Эльвира Кагирова с детства занимается физкультурой. Последние пару лет она превратила свое хобби в дело жизни. Стала сертифицированным персональным тренером в фитнес-клубе. На время самоизоляции, когда клуб закрыл двери для посетителей, тренировки проходят дистанционно. Но, признается Эльвира, ей как тренеру такой формат дается непросто. Ну и палат идет следом. Когда ты занимаешься персонально с человеком, ты имеешь возможность его подправить, направить, увидеть, что он вообще делает, когда делает какое-либо движение. А когда человека ты не видишь или видишь через маленькое окошечко зума, то ты его поправить не можешь. Но есть и плюсы. Самоизоляция помогла Эльвире повысить квалификацию. Появилось больше времени на получение новых теоретических познаний, прохождение тренингов. Сейчас она совершенствует фитнес-программы тренировок и ждет очной встречи со своими подопечными. Мария Левина, Николай Епифанов. События.